В этом слабом, изможденном мужчине, беспомощно лежащем на больничной койке, с трудом узнается недавний лидер целого народа. Возглавивший так называемую революцию РОС в 2003 году, инициировавший беспрецедентные реформы и объявивший беспощадную войну коррупции, он вывел Грузию на новый уровень. Михаил Саакашвили. Далее последовала недолгая, но стремительная и яркая политическая карьера Михо, как часто его называют в Украине. Он поддержал революцию достоинства, после чего получил украинское гражданство и вошел в новую украинскую власть. В частности, занимал пост главы Одесской области. Далее последовал переход мятежного грузина в оппозицию к тогдашнему украинскому президенту Порошенко и последовавшее вслед за этим лишение его украинского гражданства. Вернул его уже президент Зеленский. Однако чуть более года назад Саакашвили поехал в родную Грузию, где был задержан, после чего осужден и отправлен за решетку. Вследствие нескольких голодовок здоровье экс-президента начало ухудшаться и его перевели в тюремную больницу. Но даже после начала приема пищи состояние Саакашвили существенно не улучшилось. И вот недавнее исследование американского врача показало, в образцах волос и ногтей бывшего президента обнаружены ртуть и мышьяк. А сам задержанный болен и испытывает зависимость от препаратов. Грузинские власти, которые тесно сотрудничают с Кремлем, я имею ввиду режим Иванишвили, убивают президента Саакашвили. Больше мне добавить нечего. На глазах у всего мира. Это расхожее мнение действительно имеет под собой почву. Ведь деятельность Саакашвили была токсичной как для действующего правительства Грузии, так и для российских элит. Путин, Медведев, у них однозначное отношение к Саакашвили. И понятно, что они, я не сомневаюсь, с радостью посмотрели на эти кадры. И вообще их эта история очень радует. Почему? Потому что они считают, что таким образом они могут демонстрировать другим странам на постсоветском пространстве, что какие бы реформы вы ни делали, как бы вы не пытались оторваться от Российской Федерации, Российская Федерация в том или ином формате вас все равно настигнет или в власти придут какие-то пророссийские силы. Пророссийские власти Грузии и сами, похоже, не прочь нейтрализовать Саакашвили. Однако при таком внимании международной общественности сделать это не так просто. Убить? Побояться. Отдать? Не смогу. Побояться. Ну, будем медленно морить. А там так получилось, ну, типа, вот, как бы, блин, ну, что ж, возраст, старость, болезни, СИЗО, нервы сам себя довел. Мы его честно, мы берегли его здоровье. Я честно, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Доказать, что его заморили, очень сложно. Доказать, что мы не оказывали по всем нормам. Врач приходил два раза в день и так далее, и так далее. По мнению аналитиков, именно для этого была опубликована нарезка видео из больничной палаты Саакашвили, где за несколько месяцев выбраны моменты, максимально дискредитирующие экс-президента. На видео видно, что у него есть действительно проблемы такого-то, явно, физиологического характера, там, с точки зрения, там, похудевший и выглядит сильно постаревшим таким, ну, человек выглядит как человек, который действительно серьезно болеет. Поэтому цель, наверное, была какая? Показать, что вот вы за него заступаетесь, а он на самом деле не очень себя там адекватно ведет. Однако выявленная зависимость от психотропных препаратов как раз и может стать объяснением подобных нервных срывов. Обнаруженная же ртуть и мышьяк в организме экс-президента наталкивают на мысль, что без России тут не обошлось. Ведь тактика травли оппонентов в РФ полюбилась еще со времен КГБ. Только путинский режим подобным образом боролся с Александром Литвиненко, Сергеем и Юлией Скрипаль, Алексеем Навальным и другими. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас. Однако прямых доказательств вмешательства России или попыток непосредственно отравить Саакашвили пока нет. По мнению экспертов, возможно, имели место не публичные консультации, но для широких масс издевательства над экс-президентом происходят просто с молчаливого согласия РФ. То, что они безусловно радуются факту его пребывания в тюрьме и тому, что он находится, мягко говоря, не в очень таких хороших условиях. Я не сомневаюсь, что у россиян это, у представителей власти, это вызывает такую горячую поддержку и они, в принципе, это всячески одобряют. Но в цивилизованных странах с бесчинством, происходящим вокруг содержания Саакашвили, пытаются бороться. Политики и активисты выходят на акции протеста по всему миру. Президент Зеленский тоже не остался в стороне. То, что сейчас происходит с Михаилом, это издевательство. Это не идет Грузии. И это нужно прекратить. Пожалуйста, примите решение, которое поможет спасти его жизнь. Переведите Михаила Саакашвили в одну из клиник Украины, другой европейской страны, Америки. Как раз время сделать этот добрый шаг. Сделает ли Грузия добрый шаг, вскоре увидят весь мир. Ведь бороться с политическими оппонентами, фактически тюремными пытками, сегодня приемлемо лишь в диких государствах, в том числе и в России, с которой действующая власть Грузии так стремится сохранить хорошие отношения.